Леонид Израилевич Лиходеев, Украина, 6 ноября 1994 года, Москва, русский писатель, биография, участник Великой Отечественной войны, воевал на Закавказском и Кавказском фронтах, член ВКП с 1942 года. Литературную деятельность начал в 1948 году, поэтом учился в Литинституте, члена СПССР с 1954 года. Опубликовал сборники стихов «Покорение пустыни» своими глазами «Открытое окно» с 1957 года выступал с очерками и фильетонами. Автор произведений «Хищница», «Духовная сухаревка» и другие писал очерки, автор пьесы «Шаги на рассвете». В конце 1980-х колумнист газеты «Московские новости» в 1969 году начал писать главное произведение своей жизни, роман Эпопею «Семейный календарь» или «Жизнь от конца до начала», где он на примере истории четырех поколений одной семьи дает анализ российской действительности от конца XIX века до наших дней под неожиданностью. Углом зрения роман был опубликован двумя томами в 1990-1991 годах. Третий том был издан в 1998 году. Сочинение «Покорение пустыни» стихи 1953 «Открытое окно» стихи «М. Советский писатель» 1957 92 секунды 5000 «Поездка в Тафаларию» 1959 «Волга впадает в Каспийское море» 1960 «Фильетоны» 1961 «Мурла Мещанина» статьи 1962 «История одной поездки» 1964 «Я парень сознательный» 1965 «Указать на недопустимость» 1967 «Звезда с неба» 1969 «Я и мой автомобиль» 1972 «Четыре главы жизни» Мария Николаевна «Дон» 1978 «Номер от 1 до 2» «Боги, которые лепят горшки» роман повести «Рассказы» 1983 «Звезда с неба» 1983 «Сентиментальная история» «Новый мир» 1984 «Номер от 7 до 9» «Семь пятниц» Роман «Рассказы» «Фильетоны» 1986 «Десять минут возмездия» «Фильетоны вокруг кино» 1986 «Сначала было слово-повесть о Петре Заишневском» 1987 «Поле брани», на котором не было раненых «Дружба народов» 1988 «Номер 9» Средневозвышинская летопись «Русское богатство» 1992 «Номер 1» Семейный календарь или жизнь от конца до начала «В третьих теты» от 1 до 2 «Теты» от 1990 до 1991 «Грамм» «Третий т» 1998 «Жили-были дед да баба» «Дружба народов» 1993 «Номер 1» «Жили-были дед да баба» «Номер 1»